Всем доброго времени суток! В самом начале своего влога Диана показала своим зрителям рецепт паровых пирожков под названием гамбовцы. Заморачиваться и готовить их на пару Диана не стала. Она просто побросала их в воду и сварила в кастрюле. Хотя, возможно, допустим и такой вариант его приготовления. Выглядели эти варящиеся пирожки как снежки. Это блюдо она пробовала на открытии новой кофейни. А так как рецепт очень простой, она решила приготовить их и дома. Согласно интернету, этот десерт очень распространен в Закарпатье. Кому интересен этот рецепт, могут найти, я думаю, его в интернете, либо же посмотреть у Дианы на канале. Жалуется она на то, что у нее абсолютно нет времени пообщаться со своей аудиторией. Ролики выходят один раз в два дня. Сам Вэл из Ютьюба не вылазит и уже не скрывает, что живет он за счет ютьюбовской зарплаты. На зарплату из театра он мало что мог бы себе позволить. Диана же, наоборот, пренебрегает Ютьюбом в пользу другой работы. Получается, что для нее Ютьюб менее выгоден? О чем же Диана так хотела поговорить эти дни со своими зрителями? Да так малозначительная ерунда, ничего интересного. На танцы стала ходить, мало людей, сообщает Диана, и тренер по Хилсу решил объединить две группы в одну. Теперь у нее будет две тренировки и по Хилсу, и по Востоку в те же самые дни. Сложно, но более выгодно в том отношении, что у нее освобождается три дня. Когда она это рассказывает, я воспринимаю эту информацию как жалобу. Не успеваю, не хотела ходить на тренировки, хотела пропустить, потом все-таки пошла. Но если это так напрягает, если это не приносит удовольствия, зачем ходить, зачем себя насиловать? Такое чувство, будто она этими танцами себя наказывает. Устает, не успевает, ноет постоянно по этому поводу, но не бросает. Может, еще и по этой причине у нее плохо получается танцевать. Она внутренне не готова выкладываться на все сто. Сообщила, что собирается она идти на Восток, но она не очень хорошо помнит постановку. Ну вот и как она теперь там будет танцевать? Два притопа, три прихлопа. Это ее характеризует как человека, привыкшего работать спустя рукава. Она будет путаться в движениях и выглядеть глупо. Говорит Диана об этом и как дурочка смеется. Но по-другому я не могу ее назвать. Что смешного? Если бы она имела сознательность и упорство, она бы приложила все усилия к тому, чтобы исправить эту ситуацию. А она только хихикает и ждет, что ситуация разрешится сама собой. Говорит, не успеваю снимать ролики на YouTube, не успеваю разучивать танцы, не успеваю ходить на тренировки. Но рассчитывает, а войс как-нибудь само собой разрулится. Так не бывает. Если она сейчас сама не сможет грамотно распланировать свои действия, то так оно и будет идти дальше. Тяп-ляп снимет ролик. Тяп-ляп сходит на тренировку. Так и вся жизнь у нее пройдет под названием «Тяп-ляп». Вернулась она домой. Уже вечер. Молча показала, что она приняла душ, переоделась в пижаму. Нет, она не показывала, как она принимает душ. Я надеюсь, что она его приняла, ну раз уж она надела пижаму. Ходит по полу босиком. Не так давно она жаловалась, что очень много на полу, а также и на диване, и на кровати кошачьей шерсти. Почему же в таком случае она не надела тапки? Ведь она уже приняла душ. Значит, она собирается ложиться спать, расходит в пижаме. Она что, с грязными ногами, с прилипшей кошачьей шерстью будет ложиться в постель? Бабушкина внучка. Может быть, у нее тоже лежит пеленка возле кровати, о которой она вытирает ноги, как у ТВ-шки, перед тем, как лечь в постель. Можно было бы носить тапки. Ну или носки надеть. Но она не носит ни того, ни другого. Ходит босиком. Называется чистюля. Приготовила Диана для себя нехитрый ужин. Вперела очи в стену. Сидит за столом одна денешенька. Замужняя женщина. Жует. Вечер. А мужа нет дома. И где он у нее бродит в такое время? Странная семейка, мягко говоря. Позже Диана объяснила, что муж у нее на футболе. За окном кромешная тьма. Какой футбол? Вот по такой темноте. Кому он там мячи подкатывает? После ужина Диана пошла в зал. Ну зря, что ли, она столько денег в него вкладывала. Купила диван. Купила тумбу. Приобрела телевизор. Она теперь так конкретно во всех видео и оповещает. Она купила. Я купила. Я заплатила. Я выбрала. Я организовала. Все она сама теперь делает. Все было куплено для чего это? Для эмоций, для атмосферы, для уюта. Значит, оно должно отрабатывать свое предназначение. В пижаме плюхнулась на пол. Приходят с улицы. Ходят по этому коврику грязными ногами. Теперь она туда уселась в пижаме. Чистюля. Еще раз повторю. Я думала, что все мамы объясняют своим дочкам, что шастать по квартире в пижаме, не собираясь вот буквально в ближайшее время лечь в постель, это неправильно. И уж тем более неправильно валяться в этой пижаме на полу. Глядя на Диану, понимаю, не всем девочкам это объясняли. Либо не все девочки это уяснили. Показала Диана новую книгу. Она купила ее, и она для нее показалась не менее комфортной и уютной и осенней, чем предыдущая. Точно комфортная и уютная. Диана проверила уже, что чашка с кофе устойчиво на ней стоит, не падает. Ну, тогда все в порядке, действительно комфортная и уютная. Не планирует она читать эту книгу буквально за один вечер, так как у нее нет на это времени и нет желания читать книги взахлеб. Как только вернется муж с футбола, она планирует поиграть с ним в игру. Интересно знать, в какую? В угадайку, где тебя, милый мой, черти носили? И сколько тебе голов удалось забить? Ну и самый главный вопрос. Кому? Книгу в руках вертит, сама языком молотит. Я смотрю, не очень-то она стремится эту книжку читать даже в отсутствие мужа. Язык, как язычок у колокола телепается. Рассказала Диана о том, что она ленива и не настолько амбициозна, как другие люди в своем стремлении заработать. А чем же она тогда объясняет 4 аккаунта, которые она взяла для работы? Я уже спрашивала у зрителей, которые пользуются ТикТок, она, кажется, туда выкладывает эти ролики, насколько хорошо у нее это получается. Заметно, что она прилагает столько усилий, сколько она твердит об этом. Или там тоже работает спустя рукава. Наверное, никто не смотрел, потому что никто мне не ответил, как у нее там все это дело проходит и организовано. Рассказала также, что она беседовала со своим тренером по Востоку, поделилась с ним своими переживаниями, что были у нее мысли оставить эти танцы. Если не ездить на конкурсы, то зачем всем этим заниматься? Тренер ее выслушала, поддержала, так как ей нужно, чтобы люди все-таки посещали танцы, они уходили с них. И как она ловко к этому подошла, сказала, Дианочка, все танцоры, когда достигают такого высокого уровня в танцах, которого достигла ты, у всех появляются сомнения. Но им поддаваться не нужно. Также тренер сказала, что с уровнем Дианы она могла бы уже и в это время начала вопить дурниной кошка, не дав Диане договорить до конца. Я считаю, что даже кошка поняла, что Диана несет чушь. И она ей прямо это заявила. Помните, в фильме «Чародей» была переводчица с кошачьего? Я вам переведу, что говорила Мона. Не надо врать. Сидит людям по ушам, чешет, слушает. Противно, замолчи, несчастная, лгунья. Долго она мешала Диане и не давала договорить. Но все-таки Диана закончила свою мысль. Что же ей на самом деле сказала тренер? Раз на этих конкурсах Диана нервничает и не может расслабиться и получить удовольствие, а это, как мы знаем, самое главное для Дианы, кайфануть в любом месте, в любое время, при любом действии. В таком случае она может просто выходить на сцену и танцевать для души. Для Дианы это не подходит. Она замахивается выше. Она хотела бы ездить в Турцию по контракту или с конкурсами. Вот это ее бы устроило. Всяк сверчок, знай свой шесток. Если бы она действительно была достойна данной поездки, она наверняка получила бы подобное приглашение. Я представляю, как на нее посмотрела тренер после того, как Диана заговорила об этой Турции контрактов. Точно безумная барышня. Понятное дело, тренер по ушам пинает о высоком профессионализме, лишь бы только она продолжала ходить и приносить деньги. Диана сама говорила, она не знает программу. О чем это говорит? Это говорит о том, что она не занимается, она не танцует, она не отрабатывает технику, она не делает ровным счетом ничего. О каких выступлениях может идти речь? Какая Турция? Максимум Дианы – это танец маленьких утяг. Реально, Диашка неадеквашка. Вспомнила Диана, как она, посещая Египет, видела в отеле девушку-танцовщицу. Она выходила на сцену, была веселая, задорная, рада была видеть публику. Публика рукоплескала ей. Вот, это то, что привлекает Диану. Как раз-таки там можно было бы еще плюс оголиться, выйти в толпе и купаться в лучах славы. А она не боится, что за неотработанную технику искушенные в этом люди забросают ее попросту гнилыми помидорами или тухлыми яйцами. Она не боится уйти со сцены, освистанной толпой. Вернется домой в смоле и перьях, как ощипанная курица. Что потом будет делать? Плакать и говорить, не оценили, не поняли люди, какой бриллиант к ним приехал. Даже кошка этой речи не выдержала. Начала греметь какими-то предметами. Мне кажется, она пыталась притащить из кухни стул и шевернуть им в диванку. Только чтобы она заткнулась и не молола эту чухню, на которую даже у кошки уже не хватало терпения. У кошки это получилось. Диана заткнулась и сказала, все, всем пока. Виват Мони. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.